В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В деревне Месайлово приступили к сносу незаконно построенного объекта торговли. По данному факту в адрес администрации было направлено уведомление о выявленном самовольном постройке. В музее-заповеднике Горки Ленинский прошел ленинский забег. Приятно здесь очень пробежать, всегда хорошая погода, отличная организация. Участники международного автопробега «Голубой коридор ГАЗ в моторы-2019» сделали остановку в поселке Развилка. Автомобиль оснащен 8 баллонами по 118 литров каждый. Когда собственник отказывается выполнять решение суда и самостоятельно сносить незаконную постройку, администрации и муниципалитеты приходится брать все в свои руки. Так в деревне Месайлово приступили к сносу недостроенного торгового объекта, работы на котором прекратили еще в 2014 году. Подробности в нашем следующем сюжете. Владелец участка номер 9 по Володарскому шоссе в деревне Месайлово пять лет назад задумал построить на земле для ведения личного подсобного хозяйства магазин общей площадью 973 квадратных метра. При этом получить разрешение на строительство почему-то не удосужился. Строительство данного объекта осуществлялось в отсутствии разрешения на строительство. По данному факту в адрес администрации было направлено уведомление о выявленном самовольном постройке. В результате совместных действий с администрацией принято решение о сносе объекта капитального строительства. Администрация муниципалитета обратилась в суд, требуя обязать владельца земли снести незаконную постройку. В 2014 году суд иск удовлетворил. Был выписан исполнительный лист, подан в службу судебных приставов, однако никакой инициативы от собственника на протяжении многих лет не поступало для сноса. Администрации было подано в суд прошение о переводе данного исполнительного производства на себя, уже непосредственно сноса его за деньги местного бюджета с последующим взысканием данных расходов. Затем в ходе конкурсной процедуры отобрали подрядчика, который и произведет снос цоколя здания. Из бюджета города на это выделили около трех миллионов рублей. Основной момент, конечно, который сейчас в работе администрации, это недопущение, предупреждение случаев, когда граждане, не собирая необходимых документов, начинают строительство. И каждый должен, в принципе, понимать о том, какую ответственность он берет на себя в процессе этих действий. Строение разберут на части, вывезут на полигон и утилизируют. Работы планируются завершить к выходным. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Винетово. Жители Ленинского городского округа продолжают получать почетные медали к 90-летию района и Московской области. Очередное награждение состоялось в историко-культурном центре и провел его первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. На этот раз виновниками торжества стали члены различных общественных организаций, обществ инвалидов и диабетиков, национальных автономий, детей войны, Совета ветеранов. Татьяна Артюхина в Ленинском округе прожила 80 лет. Предстояла у истоков создание районного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны». В свою работу всегда вкладывала душу. Не зря все делалось. Ленинский район родной. Вся жизнь тут прошла. И большое спасибо администрации, что устроили нам такой праздник. Свои почетные медали на сегодняшний день уже получили около 8 тысяч жителей Ленинского округа. До конца года их будет вручено еще порядка 4 тысяч. Сотрудники администрации муниципалитета намерены дойти до каждого жителя округа, который верой и правдой трудился во благо процветания родного края, чтобы лично поблагодарить за работу. Хорошая погода стала дополнительным поводом собраться любителям пробежек в парках на Ленинский забег. Легкоатлетическое мероприятие, которое проводится в музее-заповеднике Горки-Ленинске с 2016 года. Побывал на соревнованиях и наш корреспондент Дмитрий Книга. Уже несколько лет любители спорта собираются здесь, в музей-заповеднике Горки-Ленинске, чтобы принять участие в уникальном забеге по живописным местам. Ленинский забег проводился уже в четвертый раз. Участником мог стать любой желающий от 7 лет. Традиционная длина круга 4,5 километра. Те, кто заявился на большую дистанцию в 9 километров, должны были преодолеть его дважды. Заявилось более 120 человек. В этом году у нас две новых дисциплины. Это детский забег на 2 километра и скандинавская ходьба для взрослого, более взрослого, скажем так, населения на 4,5 километра. Идея проводить легкоатлетические забеги в Горках-Ленинских появилась три года назад в Молодежном совете муниципалитета. Идея родилась у тогдашнего председателя Молодежного совета Григория Авдеева. Было очень много сочувствующих бегов. И как-то к бегу, и к нему, наверное, обращались, спрашивали. И родилась, в общем, такая идея – организовать забег. Вот тогда я на том забеге был волонтером, помогал на дистанции. Перед началом забега дети и взрослые могли сдать нормы ГТО в прыжках, отжиманиях и упражнениях на пресс. Как раз ГТО у них есть возможность провести как бы некоторую как разминку перед забегом, потому что они у нас и руки размяли, и ноги, вот, и потянулись, так скажем, так что успешно. Среди участников забега были те, кто вышел на старт в горках Ленинских впервые, а также победители прошлых лет. Два года назад Екатерина Крылова стала первой на длинной дистанции. В этот раз специально к соревнованиям она не готовилась, но на пробежке все равно выходила регулярно. Стараюсь вот три раза в неделю как минимум, то есть это вот по 9-10 километров. Ну, то есть это независимо от подготовки к чему-либо, а вот просто так, потому что нравится. А когда, конечно, к спортивным забегам готовность, то они все чаще, то есть подготовка другая. Узнал совсем недавно, что проводятся и соревнования в Ленинском районе. Вот, решил попробовать себя здесь. Вот, впереди еще забег в Москве, то есть там именно полумарафон, 20 километров. Ну, как раз такое разминочное, подготовочное здесь пройдет. После небольшой разминки участников пригласили на старт. Последние наставления от главного судьи, и вот спортсмены устремились по дорожке вглубь заповедных мест. На протяжении всей трассы стояли волонтеры, которые подсказывали направление бегунам. Не всем забег дался легко, но никто не пожалел о своем участии. Первое место на дистанции 4,5 километра среди мужчин завоевал видновчанин Дмитрий Рыжов. В принципе, не самая для меня профильная дистанция. Я обычно больше бегаю, 21 и больше. Но все равно приятно здесь пробежать, всегда хорошая погода, отличная организация. А среди женщин лучше оказалась Ольга Байдалина. Усиленно заниматься бегом она начала год назад. Тогда все началось именно с участия в Ленинском забеге. Я стала тренироваться, да, я принимала участие в многих стартах. В основном я бегаю трейлы. Также принимала участие в полумарафонах, в лужниках, в марафоне на прошлой неделе. Победители получили подарки и абсолютно всем участникам соревнований вручили памятные медали. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Поселок Развилка стал одним из промежуточных пунктов автопробега «Голубой коридор» «Газмоторы-2019». Мероприятие, которое в этом году проводится в 12-й раз, призвано продемонстрировать высокую экологичность и эффективность использования природного газа в качестве моторного топлива, а также надежность техники, работающей на метане. Откуда и куда направляются участники автопробега узнал Максим Козлов. На площадке рядом с МНИИГАЗ выстроилась колонна автомобилей, общая, в конструкции которых одно. Все они работают на природном газе. Автопробег «Голубой коридор «Газмоторы-2019»» стартовал в Краснодарском крае, где расположена компрессорная станция «Русская», начальная точка газопровода «Турецкий поток». Финиширует колонна в Петербурге, где находится начало «Северного потока». Мероприятие уже стало традиционным и проводится в 12-й раз. История пробегов знает маршруты самые разные по России и по европейской части. В прошлом году мы проехали впервые от Тихого океана из Китая через территорию Китая, Казахстана и России до Санкт-Петербурга. Это был самый длинный пробег. Он практически около 10 тысяч километров получился. В этот раз международный автопробег проходил в два этапа. Европейский проводился с 29 августа по 20 сентября. За это время его участники преодолели более 5000 километров от турецкого Стамбула до немецкого города Любмина. Сразу по окончании этого мероприятия стартовало новое путешествие уже по России. Российский этап автопробега продлится до 3 октября. В мероприятии принимают участие 20 грузовых, легковых и пассажирских транспортных средств. Автомобили уже преодолели почти 2000 километров, используя в качестве топлива только природный газ. Дмитрий Калач – опытный водитель. Управлял и дизельными, и бензиновыми грузовиками. Он отмечает, что двигатель, работающий на газе, нисколько не уступает им по своим характеристикам. Но экономия получается внушительной, ведь газ почти втрое дешевле бензина. И обслуживание оборудования – дело несложное. Автомобиль оснащен 8 баллонами по 118 литров каждый. Это на сколько хватает пробега? Если автомобиль груженый, где-то на 450-500, в зависимости от условий, от дорожных пробок и так далее и тому подобное. Заправляется наш автомобиль оснащен уже евроразъемами двух видов. Один – более быстрая заправка, второй – чуть медленнее. В точках остановки, в нашем случае это ВНИИГАЗ, проводятся конференции с участием представителей автопроизводителей и газодобывающей отрасли. На нынешнем мероприятии обсудили вопросы маркетинга и продаж природного газа, способы работы с автопроизводителями и перспективы развития сети газозаправочных станций в России. В настоящее время в Российской Федерации активно развиваются как локальные рынки развития потребления КПГ за счет формирования инфраструктуры, так и потом все эти локальные рынки, даже в ближайшее время, будут объединяться транспортными магистралями по федеральным трассам. Сейчас на территории России расположено в общей сложности 400 газозаправочных станций. Одна из целей автопробега – проверка доступности подобных объектов для автолюбителей. По России мы пытаемся сейчас максимально использовать именно федеральные трассы в этом автопробеге М4ДОН и М11, так как в ближайшее время уже будет активное развитие инфраструктуры газомоторной на этих трассах, что позволит автопроизводителям, перевозчикам, логистическим компаниям эффективно использовать свою технику. С 2008 года, когда состоялся первый автопробег «Голубой коридор», в нем приняли участие более 200 автомобилей, оснащенных двигателями, работающими на газе. Они проехали более 60 тысяч километров по 130 городам 26 стран Европы и Азии от Атлантического до Тихого океана. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok